Ну что, народ, всем привет! Можете меня поздравить, я купил новый джак. Музыка Да, вы, наверное, уже говорите, Владимир, ты же сказал, что с джаками завязал, а тут быстренько переобулся. Ну, ребят, есть такое дело. Прошло и трех месяцев, как я забрал свой джак из годовалого ремонта, и тут я покупаю новый джак. Вы скажете, Владимир, что такое вдруг изменилось, что ты так быстренько переобулся? Ну, ребят, во-первых, ситуация в коммерческой технике очень меняется, и сейчас я не могу купить вообще КАМАЗ-4308, потому что их нет, а джаки есть. То есть, как такое может быть? Мы живем в России, нашей техники нет, китайская, пожалуйста. Ну, и во-вторых, ребята, скоро эта модель, точнее уже эта модель сейчас выпускается на заводе КАМАЗ и называется КАМАЗ-компас. То есть, эта модель будет в дополнении КАМАЗ-4308, ну, наверное, и когда-нибудь и вытеснят его. Поэтому я подумал, думаю, ну что, надо рисковать, что делать-то, вроде надо развиваться в грузоперевозках, машина стареет, что-то мы продаем, вот продали газон, соответственно, ну, на покупку трех машин у нас должны быть денежки. Ну, думал, решил джак взять, все я знаю в нем, тем более этот джак обновленный, сейчас я вам покажу, ну, решил испытать судьбу еще раз. Да, ребята, ролик называется «Опять на те же грабли». Ребят, вы, наверное, спросите, а что же тут нового? Здесь колеса радиуса уже 19,5 стоят, 245 на 70, как стояли раньше на газонах, на простых. Сзади то же самое, обратите внимание. И какая резина, какая резина здесь стоит, просто, я не знаю, внедорожная, наверное. Вы помните, на предыдущей модели джака стояли 22,5 колеса, по-русски мы их называем «рулевка», то есть там рулевая резина стояла спереди и сзади, ну, она просто без зацепов, простой такой вот рисуночек нарядок. Здесь же джак выпустил обновленный 120-й, и везде у нас стоит уже ведущая, короче, резина. Ну, надеемся, в следующий раз до них поймет, и мы все-таки увидим правильный вариант для России, сзади ведущая, передняя рулевая. Да, ребят, я, наверное, резину это буду менять на рулевку, эти два колеса уберем, плюс третья запаска, они пойдут, ну, на какую-то машину другую поставили. Сюда я поставлю рулевку, и хочу поставить не 245, а 265, чтобы, опять же, была у нас машина поплавнее. В принципе, тут, ну, все вроде бы размеры позволяет, потому что, ну, вот это вот чудище спереди, ну, это, наверное, что-то глупость какая-то. Вы представляете, такая резина, ну, она, во-первых, и дубовая для передка, ну, и я не знаю, конечно, как она дорогу будет держать спереди и подруливаться, хрен его знает. В общем, ждем, Джак, давай, третий раз по-русски, третий раз все должно получиться. Давайте вот пробежимся по доработкам, в чем отличие Джака предыдущей версии с 22 радиусными колесами от этой. Вот смотрите, у нас тут появилась, я так понял, масса, он, офф, судя по названиям. Ну, в принципе, так она надежная, но вот как по морозу она будет действовать, я не знаю. Вот смотрите, получилась такая доработка, наверное, специально для России. Видите, фильтр, сепаратор, да, здесь датчик. Тут все, как из-под колеса херачит, датчик нависает, обрывает. Вот китайские, это инженеры, что ли, или наши, придумали такой защитный металлический щит, который будет предотвращать, лететь всякую вот эту бяку на этот датчик. Вот, здесь установлен опять конский фильтр топливный, что-то стоим всего около 3000 рублей сепаратора, аналогов к нему нет, но можно что-то приколхозить, наверное, либо поменять его все сборы, кидриням, финям, чтобы было все как бы хорошо. Ну, больше я таких отличий не наблюдаю, ну, самое главное это отличие, это, конечно, балка. А, кстати, я вам покажу. Вот так вот у нас сейчас выглядит передняя рессора, и вот это вот, видите, здоровенная балка, широкая. Снизу стабилизатор у нас. А, ребята, отличие еще какое. Рама, сзади появился стабилизатор. Наконец-то, вот видите, стабилизатор. Сзади его не было раньше, вон. И он сейчас появился на джаке. На фотоне 120-м был. Давно, наверное, они заимствованы. Но опять вот этот вот минус этого джака, это вот, видите, вот эти сраные барабанные тормоза, да, вот эти вот трещотки, просто с ними вот куча дел. Постоянно их надо шприцевать, смазывать, плюс менять. То есть я на своем джаке на одном за 300 тысяч уже, наверное, два раза менял эти трещотки. Плюс обслуживание вот этих задних барабанных тормозов. Ну, это вообще геморрой полный, ребят. Все бы неплохо, но вот с тормозами это просто геморр. Ну, и, соответственно, спереди у нас что-то тоже, да. О, и так же ситуация. Спереди, ребят, у нас тоже тут стоят барабанные тормоза. Это, конечно, вот этот большой минус джака, вот эти барабанные тормоза. С ними приходится, там хоть и автоматические трещотки стоят, но все равно приходится их подводить. Они выходят из строя, обслуживать. Ну, как бы этот, для меня это геморрой. Для кого-то это, ну, нормальное явление. На КамАЗ на 4308 везде уже дисковые стоят, да. На Фотоне 120-м спереди дисковые, сзади барабаны. Я так смотрю на эту машину, и очень она стала похожа на Фотон 120-й. Так смотрю, они заимствуют друг у друга, две вот эти вот крупные китайские корпорации. Вот, поэтому, ну, конечно, по плавности ходу Фотон все-таки больше. Больше, но он лучше, чем Джак. Я ни один обнима сиденья не ставил, но, наверное, скоро, думаю, придется поставить на Фотоны. Но ситуация с Фотонами сейчас печальная. Машины практически уже год, наверное, не поставлялись на наш российский рынок. Почему, я не знаю. С запчастями тоже беда. Лобовое стекло не могу найти на Фотон. Сколько уже времени. Вот такие вот дела, ребята. Похоже, компания Фотон опять решила нас покинуть. Ну, я не знаю, эта информация непроверенная, я вам сразу говорю. На самом деле, что с ними происходит, никто не знает. Да, вот на Джак, я вам хочу сказать, это стекло. Подходит от Эсудзу на нашем Борском заводе. За него просят около 10 тысяч рублей. Но сейчас, может быть, все опять у нас подорожало. Вот. В принципе, оно меняется. Но это же кабина у нас от Эсудзу как бы планировалась. В общем, все это дело трансформировалось у нас в КамАЗ-компас. Также, ребят, посмотрите. У нас это получился Джак 120, он имеет уже другую балку. Вы видите, у нас тут получилось расширение. То есть, вот эта вот штука. Видите, вот такая вот расширитель. Балку поменяли, потому что, ну, те с колесами не встали. И у нас получилось типа Алянекс газон 10.0. Там тоже они решили от пас-вектора поставить в газоне. И решили такие расширители. Вот Джак пошел у нас по тому же пути. И поставил просто расширитель. В результате чего вот у нас такая вот кабина вот стала. Но вид стал более брутальный. Вот. Как говорят, он стал более... Лучше держать дорогу, потому что реально тот Джак на 22-х колесах, у него узкая колесная база была, клея. Здесь она изменилась, но я не знаю, сантиметров на 20 точно стала шире. То есть, она стала вровень с задними колесами. Когда я вам, ну, руль поверну, то есть, у нас стало вроде бы на одном уровне, если вот так вот смотреть. Соответственно, машина стала лучше управляемостью. Но я еще это не оценил, потому что, вы видите, у меня это шасси стоит. Самое, наверное, худшее изменение, которое могло бы быть, на Джаке стала одинарная рама. Вы посмотрите, она просто стала очень тоненькая. Наверное, сантиметра, миллиметра три точно, не больше. Как вы помните, на Джаке 120-м была у нас рама, вот видите, двойная. Это был огромнейший плюс. Здесь рама просто стала узенькая. Ну и, соответственно, как мне сказали доработчики, на моем КамАЗе 4308 рама толще, чем на этом Джаке. Увы и ах, но так и есть. Они идут по пути удешевления, потому что, ну, реально, тот Джак 120-й, он был грузоподъемом, что у него было отличнейшее просто. Да, у меня тут водители встречались с водителями с другой транспортной. И они так разговаривают, ты сколько везешь? Мой говорит, семь. А ты сколько? Десять. Реально, эта машина могла десять тонн везти, ей ничего не было. Двойная рама, двадцать старые колеса. В общем, было все супер. Но сейчас Джак пошел по пути экономии и сделал одинарную раму. Как, наверное, на Фотоне. Вообще, эта машина стала по техническим характеристикам очень похожа на Фотон 120-й. Поэтому, ну, так и все получилось. Больше тут никаких таких доработок нет вроде. Ну, коробка у нас Fast Gear, движок Cummins. Все остальное у нас вроде как бы все как и было, так и стало. Здесь сразу рама у нас по семиметровый фургон. То есть она сразу идет вот удлиненная. Кто любит семиметровые прицепы, можете, пожалуйста, ставить без всяких нарезаний. Сзади у нас ящик, как обычно. Вы, наверное, спросите, Владимир, а что тут вот Джак сделает вообще шасси? Ребята, все очень просто. Как вы знаете, я борюсь за плавность хода. Поэтому я перед доработкой его пригнал сюда. На Джаке стоит дуболомная вот эта вот рессорина здоровая спереди и сзади. Мы, соответственно, ее модернизируем и убираем пару листов ненужных, по моему мнению. Потому что, ну, такую грузоподъемность, под какую они сделаны, мне она не нужна. Мне нужна плавность хода. Поэтому я скидываю здесь по пару листов спереди и сзади. И более того, ребята, на этот Джак я буду ставить пневмоподвеску. И не просто пневмоподвеску. Сейчас мы вот так вот сделаем. А пневмоподвеска, ребята, у нас будет с блоком комфорта. То есть у нас будет спереди стоять каждая подушка. И каждая подушка будет соединена с ресивером отдельным. То есть, как раньше было, да, вот на этих машинах, это не на фурах. То есть ты едешь, у тебя просто две подушки надуты и все, они ни туда, ни сюда. А здесь получается, если ты кочку проезжаешь, у тебя подушка сдувается, воздух лишний уходит в ресивер маленький. И, соответственно, она тебе мягче. Нам нужно, чтобы добиться мягкости хода какой-то. Вот, поэтому будем ставить пневмоподвеску. Но сейчас ее нет, потому что я ее только заказал, она придет. Вот, сейчас мы скинули пару листов, потому что удобно, но нет кузова. Все убрал тут, быстренько снял, поправил. Есть пневмоподвеска и назад, но я пока, думаю, сделаю, что с передом, посмотрю, как будет. В общем, ребята, боремся за комфорт. Делаю эту машину максимально комфортной, чтобы была для водителя. Также, ребят, машина сейчас простояла у меня тут на базе, ну, несколько дней. Дал задание своим механикам, говорю, посмотрите затяжку болтов, как затянуты болты вот на этом нашем джаке. Я сейчас купил много инструментов, пневмо, там, гайковертов, вот, которые использую в своей работе. Сейчас, ну, я вам потом ролик расскажу. В общем, очень много инструментов приобрел. Вот, я говорю, проверьте, все, пробегите с пистолетиком. В общем, пробежались по всей машине ни одной открученной гайки. Ну, вот, единственное, у меня механик сказал, там где-то вот бачок расширительный крепится, там, ну, что-то один болт он подтянул, а так вот, то есть, все закручено. Просто, ну, даем уважение китайцам, это и контроль производства, и так далее. Мой Камазик 4308, который, помните, я предыдущий ролик снимал, у меня водитель там на него фонарики всякие ставит. Я говорю, ты начни лучше с протяжки колес. Он говорит, ну, давайте. Короче, все полностью колеса практически были не протянуты, то есть, он прям ключом ручным все гайки провернул. Вот, здесь все мертво. То есть, это, конечно, ну, молодцы, молодцы. Ну, как мы знаем, у нас сейчас будет собираться на нашем заводе вот этот данный автомобиль, Камаз Компас, который будет называться, и поэтому надеемся, что качество там будет не хуже. А я вот решил взять лучше, я возьму оригинал, чем потом ту машину, которая будет собираться, так скажем, у нас. Потому что, ну, реально прям разница небо и земля. Вот, хотя Камаз свои преимущества, Джака свои преимущества, но вот по качеству сборки, по качеству исполнения здесь, конечно, вообще придраться, в принципе, не к чему. В общем, ребят, это еще не все изменения. Обратите внимание, что у нас тут мы поставили пневмосидение. Смотрите, оно у нас как пневмосидение фирмы Grammar. То есть, это тоже я перед доработкой приехал, все поставил. Вот оно, видите, так выглядит. То есть, оно, в принципе, потрясно. Я сейчас прокатился, покажу вам свои ощущения. Вот. Но единственный, конечно, ребят, минус этого сидения. Как вы поняли, оно совершенно не предназначено здесь для установки. Вот так оно крепится. Кто будет ставить? Я вам расскажу небольшой секрет. Вот, когда снимаете старое сидение, вот эту поверхность просто нужно молотком пофигачить, потому что здесь ребра жесткости. Чтобы оно нормально ставить, нужно ее маленечко поправить молотком. Ну, это у нас руссконародный метод. Ну, и вот так вот оно встает. Соответственно, оно по высоте практически, ну, видите, там, сантиметров 20-30 до уровня крыши. Ребят, для тех, кто спрашивал, как себя Джак ведет на пневмосидение. Смотрите. Да, то есть, вот я прыгаю, но могу прыгнуть так, что голова моя упирается в потолок. Ну, это самое высокое положение. В принципе, можно регулировать, его маленько спускать. Но в любом случае, мой рост метр восемь шесть, то есть, я, видите, как убираюсь. Прокатим, сейчас мы на шаське едем. В принципе, это сложно. Ну, вот, смотрите, сидение играет. Правда, камера все рукопоугольная. Ну, конечно, уже это небо и земля, хочу сказать. Уже совершенно по-другому. Ну, вот, видите, то есть, большая кочка, и я, наверное, свою голову напечатаю в эту стену. И вот, смотрите, вот мой уровень глаз, да, то есть, вот это вот мне мешает, потому что высоко посадка. Надо, наверное, полку эту будет убирать. Вот, ребят, посмотрите, тоже уровень руль. Прям ноги практически в руль упираются. То есть, вот так вот мы едем. Ну, вот по кочкам еду я, ну, прям, ну, конечно, намного мягче. Пневма есть пневма. Сидение. Ребят, забыл вам показать новую панель приборов. Видите, она цифровая. Ой-ой. Расход. А, расход нормальный. Давление. Уровень топлива. Вот, оказывается, показывает. Я что-то тут сначала не понял. Ну, в принципе, больше без изменений. Магнитола, наверное, с 90-х годов, которая вот на фото нашла. Но зато хоть с флешкой стала. Ну, и здесь громаднейший спальник. Громаднейший. Все остальное по-старому. Ну, кондиционер, конечно же, есть. Помните, с представителями завода КамАЗ на выставке я общался? Они тут. Будем повышать... Будем повышать комфорт этой машины. Все уже, ребята, я изобрел для вас пневмоподвеска. Пневмосидение обязательно, да. Попросите ваших там доработчиков, чтобы разработали специальное пневмосидение для джак. Потому что это пневмосидение с КамАЗа. И у него, видите, подушка. Она, то есть, ну, большая вот пневмоподвеска. То есть, его нужно максимально вниз опускать. То есть, чтобы оно немного играло. Ну, либо вам надо низкорослого водителя. Вот я метр восемьдесят шесть. И мне, конечно, уже впритык. Ну, и уровень обзора мешает уже здесь. То есть, ну, в принципе, это как бы... Ездить можно, но опять же, как? Вот, если поставить специальное пневмосидение разработать, то, я думаю, оно здесь станет и будет уже нормально. Я сейчас прокатился. Это, конечно, ну, совершенно другие уже ощущения. Так что это ставьте, ребята. В общем, ребят, если вы думали, что на этом я остановлюсь, повышение уровня комфорта на джаке, нет. Третья доработка, которая здесь будет устанавливаться, это будет надкрышный спальник. Вот, обтекатель на джак стоит около, наверное, 20 тысяч рублей. Надкрышный спальник стоит около 100 тысяч рублей. Ну, я решил, что буду устанавливать на эту машину надкрышный спальник. Позвонил фирме-производителям. Они говорят, ну, хорошо, мы вам установим. Только у нас очередь, два месяца. В общем, записали нас на установку спальника где-то на 17 или на 20 января. Будет у нас накрышный спальник на крыше. Заодно вот тут дырку прорежем, чтобы туда лазить, чтобы голова туда могла играть. Ну, ладно, это, конечно, шутка. Дырки обычно прокладывают. Вот, с той стороны. Ну, а производителям вот всяких вот этих вот хреновин, типа спальников, разработайте большую крышу под джак. Да, и вам российские водители скажут прям очень большое спасибо. Вот сейчас, если будет он на конвейере Камаза выпускаться, имеется в виду вот этот вот автомобиль, вот, я думаю, что спрос будет на него достаточным. Вот так вот, ребята, решил гулять-то гулять. Вывод какой, ребята? Чтобы нормально джак, так скажем, собрать в дорогу, нужно сумму порядка 150 тысяч рублей. А нет, даже больше. Как минимум, пневмоподвеска, это 1080 с установкой, плюс сиденье, 1050, плюс установка, плюс спальник 100. В общем, 1250 нужно, как минимум, 300 даже. Плюс еще нам надо автономный отопитель выслать. В общем, около 300 тысяч рублей, плюс-минус, да, в зависимости у кого какие цены, и цены меняются. Нужно, чтобы эту машину подготовить более-менее для работы, для командировок для наших. Вот, вот такие вот, ребята, доп-оборудование. Да, серьезная сумма получается. Я что-то только сейчас посчитал. Вроде заказываешь там по одной позиции, а тут ни хрена себе. В общем, ребята, вот такой вот у нас получился ролик. Да, очередная покупка джака. Так что, ну, не судите строго там, переобулся, не переобулся. Десятками я их точно покупать не буду, но вот думаю, что пару машин я их возьму. С компанией джак я сейчас, в принципе, практически никак не общаюсь. Они там что-то в обиде, что ли, на меня, за то, что я их тут раскритиковал за поставку кабины, ну, и за другие моменты. Но, я думаю, есть за что. Вот, ну, в любом случае, ребята, это вот то, что стоит перед нами. Это наше будущее средне-тоннажных грузовиков. Никто, конечно, не спрашивал нас, хотим ли мы на таких машинах ездить или нет. Все как бы решили без нас. Мне как предпринимателю только остается подстраиваться под это и делать из этой машины максимально похожую машину для грузоперевозок по Межгороду, максимально подходящую машину по Межгороду, поэтому я сюда буду устанавливать столько дополнительных опций. Вот, безусловно, я вам сниму, как будем все устанавливать, покажу наш фургончик еще, пневмоподвеску и спальник, но вы, как поняли, это все дело так, не быстрое, не быстрое. Вот, сейчас я его гоню на доработку, сам, собственно, протестирую еще сейчас пневмосидение, ну и, наверное, через неделю он у нас будет уже готов. В общем, ребят, что увидел, все вам рассказал, будем вам опять снимать ролики про джак. Я, кстати, один джак уже выкупил, вот три года тут исполнился одной машине. У нас после 300 тысяч уже стал маленько подсапуневый движочек, вот, ну и других на джаках такие же есть прелести. Но это я вам расскажу в другом видео про этот джак. В общем, ребята, всем спасибо за внимание, всем пока, обязательно ставьте лайки, ну и пишите ваши комментарии. Какое чудо встретил Ашок Лейланд Партнер Мини. Такая короткая машинка. Оба, кузов, наверное, метра три. Вы посмотрите, какой движок громадный. Вообще просто карабас по сравнению с самой машинкой. Контраст, конечно.